МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА -"Безопасность превыше всего". Представители государств Арктического совета встретились в Наринмаре. Столица региона на два дня превратилась в площадку, где будут решаться важнейшие вопросы для всей страны и не только. Привет от Наринмара. Участники Большого форума увидели достопримечательности города, побывали в детском саду и поделились своими впечатлениями. Постигая Арктику на Ненинскую землю, приехали студенты из нескольких вузов страны. Зачем и для чего, расскажет Валентин Очевичек. Начнем выпуск с главного события, пожалуй, всего Северо-Запада, да и не только. В Наринмаре стартовал двухдневный арктический форум при участии секретаря Совета Безопасности России. Представители президента и правительства, а также губернаторов арктических регионов. Напомню, всего в столицу Ненинского округа на международную встречу приехали около 200 человек. Открыли форум докладом на тему «Российская арктическая система мониторинга управления и связи». Речь шла о том, как необходимо проводить поисково-спасательные учения на нефтяных объектах. Часть гостей, среди которых был секретарь Совета Безопасности Николай Патрушев, губернатор региона Игорь Кошин, а также главы Архангельской области, Республики Коми и Ямала Ненинского округа, побывала на Варанде, и им показали, как там работают нефтяные объекты. Эта же делегация чуть позже отправилась в акватории Печорского моря на платформу «Приразломная». Там прошли показательные учения под руководством заместителя министра транспорта России. В учениях было задействовано 7 единиц воздушной техники, 9 кораблей и катеров, а также около 500 человек личного состава. Подробный материал о прошедших учениях на платформе «Приразломная» мы покажем в следующих выпусках новостях. Тем временем некоторые гости арктического форума уже успели поближе познакомиться с Наринмаром и его достопримечательностями. Делегация из журналистов, экологов, художников и научных работников посетила памятники и социальные объекты от заполярной столицы, все исключительно остались в восторге. Участники арктического форума почтили память погибших во Второй мировой и возложили цветы к обелиску победы, памятнику участникам локальных войн и вооруженных конфликтов, а также памятнику Алено-транспортному эшелонам. После прогулки по Аллее Славы делегация отправилась в детский сад «Семицветик». Там гостям показали и рассказали, как в их условиях растут и воспитываются маленькие северяне. Прежде всего, я очень люблю звук «Нарьянмар». И на самом деле, много лет назад я забыл фамилию певца, который озвучил песню «Нарьянмар мой, Нарьянмар». Я когда сюда ехал, я ехал с ощущением, что я очень давно знаю этот город. Я пока его еще не разглядел, не было времени, но он мне уже нравится. Также гости посетили аварийно-спасательный центр, Ледовый дворец Труд, спорткомплекс «Норд» и наш знаменитый мясокомбинат. Пока одни знакомились с Нарьянмаром, в это время другие защищали свои работы. Молодые исследователи, студенты Москвы, Томска, Архангельска и Нарьянмара представили проекты по улучшению жизни в работе в условиях Крайнего Севера. Конкурс молодых исследователей прошел в рамках Арктического форума. Авторы лучших проектов получат денежные призы и возможность воплотить свои идеи в жизнь. С участниками в научной секции общалась моя коллега Валентина Чебичек. Дизельное топливо – генератор энергосберегающей технологии. Этими терминами Ирина оперирует не хуже профессионалов. Год назад она окончила САФУ, где написала блестящую дипломную работу. Об уникальности диплома говорит уже то, что сейчас одна из метеостанций в Баренцевом море тратит на закупку топлива в четыре раза меньше средств. Ирина провела исследование и выяснила, что солнце и ветер не хуже горючего топлива могут обеспечивать метеостанции светом и теплом. Очень дорого доставлять топливо на станции. Это очень затратное занятие такое. И само топливо недешевое. Причем доставка идет и судном, и вертолетом, и еще в Аркангельске его надо доставить. То есть это очень все по карману бьет для организации. Им надо экономить ресурсы. Успешный проект Ирины после апробации смогут применять и другие метеостанции Крайнего Севера. Именно на такие проекты направлен конкурс «Постигая Арктику». Несколько десятков студентов от Умска до Наренмара предлагают свои решения. Как сделать жизнь в районах Крайнего Севера комфортной, безопасной и недорогой. САФУ – один из центров в северо-западном регионе, где готовят и ведут будущих исследователей. Ежегодно заведение помогает воплотить в жизнь лучшие разработки студентов. Университет делает внутренний конкурс, вот идеи к проекту. И мы выдаем деньги на подготовку проекта, бизнес-плана, уже рабочей модели. Если это все состоится, они имеют полное право, регионы, Нянинские округи, Архангельская область, они объявляют конкурсы, которые поддерживают и дают деньги на стартапы. Размеры этих стартапов до 900 тысяч рублей. За подобными проектами не только будущее, но и прошлое, считает Максим Вавулин. Студент Томского государственного университета воссоздает 3D-модели Коча – судно, на котором осваивали Арктику с 16 века. Будет возможность создания макетов для музейного экспонирования. И главным результатом можно будет считать создание реплики Коча, натуральное величину и проведение экспериментов в акватории Северного-Вдовитого океана. Сохранение историко-культурного наследия и инноваций соседствуют в конкурсе «Друг с другом». Лучшие из 12 проектов смогут воплотиться в жизнь, а их авторы получат денежные призы и путевку в мир науки. Валентина Чибичик, Александр Дуркин, Телеканал «Север». Еще одним приятным событием международной встречи стран Арктики стала презентация фильма «Белый ягель». Жизнь коренных народов – одно из центральных направлений в работе Большого форума. Художественная лента о современных жителях тундры как нельзя лучше отражает судьбу коренных этносов. Печальная история юноши, полюбившего девушку Аника. Побывав однажды в городе, она больше не захотела вернуться обратно в тундру. Фильм «Белый ягель» – это отражение современной действительности, которую создатели хотели сохранить и передать максимально точно. Это мое было непременно условие, когда я договорился с Тумаевым, с Володей, с режиссером, что снимать только в тундре и только на ненецком языке. Тогда это имеет смысл. Смысл фильма поняли не только представители малочисленных народов, но и все зрители. Без предложения рода на земле предков народ потеряет свою изюминку, а затем растворится в мире глобализации. При поддержке Министерства культуры удалось еще раз напомнить о важности этой темы. Таких фильмов должны быть больше, они должны быть разноплановые, потому что территория Арктики – это две трети территории России. Поэтому о той жизни, о той природе, о людях, конечно, надо, чтобы как можно больше людей знали. Однако на деле не все так драматично. Дети возвращаются в родные края, оставив комфортную жизнь города. Систематическая поддержка оленеводов и чумработниц дает свои плоды. Валентина Литкова говорит, что любовь к родине закладывается в самом детстве. И если она есть, то никакие блага большой земли не оставят ребенка в городе. Ухота и рыбалка тоже, как и гонки. К каждому занятию свой период, свое время. Во время охоты я вам сказала, что почему меня только вечером можно увидеть бывает. Кстати, жители Тундры тоже увидели кинокартину. Целую неделю создатели фильма ездили по просторам Большеземелья и устраивали сеансы в кинопалатках. Следующие зрители Белого Ягеля – жители Малоземелья и Канинской Тундры. Алина Ваучейская, Валентина Чибичек, Александр Дуркин, Телеканал «Север». Смотрите далее в нашем выпуске. Спаси и сохрани! Число беженцев, которые прибывают в столицу Ненецкого округа, продолжает расти. В Наринмаре их уже 30. Мы расскажем еще одну историю, которая случилась с молодой семьей из Украины. То ли пьяный, то ли не туда смотрел. Очередное ДТП произошло в районе Наринмарского аэропорта. Хоть весь город обойдешь, лучше мяса не найдешь. В УАО «Мясопродукты» заходи, и ты поймешь. Служит наша колбаса украшением стола. И тушенка хороша для картошки и борща. Дома, в школе, на работе, на природе, в огороде и в компании друзей. Вместе с нами веселей! Всегда свежая и вкусная продукция УАО «Мясопродукты». Внимание! Если у вас есть записи на видеопленки, которые вы желаете хранить в цифровом формате, воспользуйтесь услугами профессионалов телеканала «Север». Ваши видеозаписи будут переписаны на современном оборудовании, на DVD и другие носители. Также возможна запись видеоматериалов с карт памяти, фотоаппаратов и видеокамер. Телеканал «Север» сохранит ваши воспоминания в качественном формате. Обращайтесь по адресу. Мы продолжаем. В Неницкий округ продолжают пребывать граждане из Украины. Число бежавших от страшных событий в наш регион превысило уже за третий десяток. Кто-то остановился у родных, кто-то у друзей, но те, кому идти некуда, временно поселились в комплексный центр социального обслуживания. Сейчас там проживают две семьи. С одной из них познакомилась наша съемочная группа. Алина Ваучейская продолжит. Взрывы и обстрелы Екатерина Басова, конечно, не видела. Но что такое война, она теперь знает не понаслышке. И даже когда в Луганской области начались боевые действия, она до последнего верила, что их семью страшные события не коснутся. Но когда силовики стали подбираться к поселку Индустрия, пришлось экстренно покидать родной дом. С собой взяли только самое необходимое – воду, кое-что из одежды, медикаменты и подгузники для маленькой Евы, девятимесячной дочки. До границы добирались на машине, после пешком. Пересечь рубеж Украины и выехать в Россию у Басовых получилось только с четвертого раза. Да, тяжело было. Коридоры то откроют, то закроют, то начинаются бои. Все разъезжаются. Вроде бы есть коридор, все, звонят, можете ехать. Только начинаешь пробираться, только начинаешь ехать, и не звонят, все, начались бои, отбой, все, нужно куда-то уходить. И поэтому так несколько раз. Сейчас, когда все мытания позади, семья Басовых все равно переживает. Ведь там, в Луганской области, у них остались родители, сестры, дед и бабушка. Перевезти их всех просто нет возможности. Последние гривны Басовы потратили на переезд. Благо, здесь, в Ненецком округе, их приютили в социальной гостинице. В комнате интерьер скромный, кровать, стол и стулья. Но зато небо над головой мирное, говорит Екатерина. Здесь семья проживет еще месяц, после переберутся в другое жилье. Всего же на территории Ненецкого округа на сегодняшний день прибывает 30 граждан Украины. Всем им оказывают посильную помощь. У нас на сегодняшний день есть возможность принять еще 5 человек на обслуживание. Вопрос мы как раз рассматриваем. Вопрос по трудоустройству мы тоже прорабатываем индивидуально. С каждым человеком, который приходит к нам, смотрим по их образованию, возможности его конвертации и возможности работы по тем дипломам. Все дипломы, которые были получены до 1991 года, они все действительны. Дабы помочь приехавшим в округ беженцам, региональное отделение «Красный крест» открыл пункт сбора и распределения гуманитарной помощи. Принимаются любые вещи, которые помогут организовать быт жителям Украины, прибывшим на территорию округа. Принести можно одежду, обувь, бытовую технику, посуду, постельное белье, игрушки для детей и даже мебель. Острую необходимость граждане Украины испытывают и в теплой одежде и обуви, так как наступление зимы не за горами. Также организован сбор средств, которые распределят между нуждающимися. Банковские реквизиты для перевода денежных средств вы видите на экране. Назначение платежа – добровольное пожертвование для жителей Украины, прибывших на территорию НАО. Алина Ваучейская, Сергей Качиков и Леонид Шишилов, Телеканал «Север». Очередное ДТП произошло в Наринмаре. Двигаясь в сторону аэропорта, водитель иномарки выехал на полосу встречного движения. В результате столкнулся с УАЗом. Водитель иномарки на 1956 года рождения, двигаясь в сторону аэропорта, в районе дома номер 39, выехал на полосу встречного движения. В результате чего произошло столкновение с автомобилем УАЗ. Виновник ДТП, доставленный в приемный покой окружной больницы города Наринмара, предположительно находился в состоянии алкогольного опьянения. Сотрудникам полиции сейчас предстоит установить все детали аварии, а также выяснить, был ли виновник ДТП за рулем в состоянии алкогольного опьянения. Первым делом самолеты ровно сто лет назад наш соотечественник Ян Нагурский впервые в истории поднял крылатую машину в небе над Арктикой. В честь этого события российские пилоты совершили полет на новую землю, чтобы установить там памятный знак. Уникальные кадры в следующем материале. С давних времен Арктика манила путешественников, мореплавателей, исследователей и первооткрывателей. Среди суровых льдов они отчаянно искали новые кусочки суши. К примеру, кто только не мечтал найти мифическую землю Санникова, но часто экспедиции завершались трагически. Так, в 1912 году сразу три экспедиции – Седова, Брусилова и Русанова – отправились в арктические просторы и пропали там. Именно на их поиски спустя два года отправился Ян Нагурский на гидросамолёте «Морис Фарман», совершив первый в истории человечества полёт над Арктикой. Эту дату принято считать началом полярной авиации. Российские пилоты на новую землю отправились спустя ровно один век, чтобы установить памятный знак в честь этой даты. По пути лётчики познакомились с арктическим миром. Вот на острове Матвеев – Лежбище моржей. С высоты птичьего полёта можно увидеть хозяев Арктики – белых медведей. На новую землю экспедиция вылетела из аэропорта Амдермы. Им не помешал даже сильный ветер и туман. На самом деле медиауслой вчера были такие средненькие, ничего особенного. Сильный ветер только, ну, как говорится, в воздухе ветра нет, поэтому была единственная задача взлететь, а дальше просто полёт. На лёгком самолёте это было бы весьма проблематично, поскольку даже вчерашние условия, казалось бы, я сказал, что не такие уж какие-то выдающиеся были. Но, тем не менее, при таком сильном ветре на лёгком самолёте было бы сложно выполнять и полёт. О первых полётах сказать такого было просто нельзя. Самолёт Нагурского был доставлен в Губу Крестовую на судне Печёра. Два дня ящики с разобранным самолётом выгружали на берег установище Ольгинского на судовых шлюпках. Их приходилось связывать попарно, так как они не выдерживали такой вес. После 14-ти часовой сборки самолёт спустили на воду. 21 апреля 1914 года Нагурский поднял машину в небо. Температура воздуха за бортом около минус 15 градусов. Кабина самолёта открытая и тёплое обмундирование отсутствовало. Корпус самолёта во время полётов в тумане обмерзал, одежда лётчика покрывалась инеем. А во время третьего полёта самолёт сломался и ремонт продолжался более двух недель. Несмотря на то, что миссия Нагурского завершилась безуспешно, её результатом главным было то, что в мире родилась полярная авиация. И сейчас мы отмечаем этот юбилей столетний, и мы водрузили памятный знак на новой земле, чтобы люди помнили о том, что Россия является колыбелью полярной авиации. Памятную табличку прикрепили на лопасть от самолёта Ан-2, который первый летал в Ненецком округе. Установка стелы – очень волнительный момент. Каменистую почву прорубали топором, землю с камнями выгребали буквально руками. Лопасть на месте, осталось только закрепить. И вот небесно-голубой памятник возвышается над арктической землёй. И в завершении экспедиции – Круг почёта. Всего Ян Нагурский совершил пять полётов в небе над Арктикой, общей продолжительностью более десяти часов. И несмотря на то, что пропавший экспедиции лётчик так и не обнаружил, его полёты имели очень большое значение. Нагурский внёс существенные коррективы в карты, предоставил сопровождающим судам информацию о состоянии льда по маршруту движения, впервые выполнив тем самым функции ледовой разведки. Дмитрий Щепанов, Ольга Суховарова, телеканал «Север», «Новая земля». А в Наринмар приехали «Дети солнца», так себя называют древнейший коренный народ Кольского полуострова Саами. Их быть за сотни лет практически не изменился. Они всё так же кочуют в тундры, как и наши оленеводы. Верят в необычных богов, занимаются шаманизмом и говорят на своём языке, алфавит которого состоит из 43 букв. Этот народ уникален тем, что в России его представителей осталось всего около двух тысяч человек. В столицу региона Саами привезли свою выставку. На ней можно увидеть их быт, традиции и обычаи. Вот эти шаны шил я, да. Я около месяца их собирал, очень долго думал, чего как собрать, а потом разозлился и за один вечер сшил. Саамские мужчины, как и женщины, должны уметь всё. И это не просто слова, условия. У кочевого народа их множество. Вера, шаманизм, язычество. А это само по себе уникально сохранившейся традиции древних предков, которые положено соблюдать. Иначе, какой из тебя? Саами. Кстати, молодой человек до свадьбы ходит с нерасшитым. До свадьбы? Да. Когда, ну, во время свадьбы он надевает белую рубаху, и жена ему расшивает бисером уже полностью всё вот это вот. У нас у тебя нет, значит, ты ещё не жена. Да. И вот эти вот жёлтые вставки, вот эти вот, они говорят, ну, среди своего народа, они понимают, что я холостой, то есть я на выданье. Чтобы увидеть Саами изнутри, достаточно посмотреть на одежду. Узоры, которыми разукрашена национальная одежда, словно разложившиеся карты на столе у гадалки. Всю правду тебе покажут и расскажут. По костюму и по рисунку я могу прочитать практически всё. По человеку? Да, по его костюму она пишется, как сказать, как жизнь. Семён Большунов – потомок кольского народа Саами. Ближе к коленям в тундре он ещё с детства. За свою жизнь освоил множество различных навыков и шить научился и готовить, и даже сложный финно-угорский язык освоил. Живёт Семён ближе к Норвегии, а вообще Саами существует на территории четырёх стран – Швеции, Норвегии, Финляндии и России. Есть Саами – горные, морские, лесные и тундровые. Молодой человек себя относит больше к лесным. Я сейчас уже ничем не занимаюсь. Раньше занимался оленеводством в своей общине, пока браконьеры массу не выбили моих оленей. Он участвовал в гонках постоянно, как бы с детства по тундре тоже шатаюсь, мотаюсь, как говорится, сюда-сюда. Он пытался возродить на своей земле оленеводство, но браконьеры снова помешали. Теперь всё чаще ездят по другим городам, рассказывая о культуре древнего народа, к которому непосредственно относятся. Мы, кстати, мы произошли от оленя. У нас есть такое верование, что мы произошли от Бога. Он наполовину олень, наполовину человек, а вместо рук у него крылья. То есть он мог превращаться в птицу и всегда был оленем. Его зовут Мяндыш. Он сын солнца. Мы всегда изображали солнце. То есть мы дети солнца. И мы всегда изображаем солнце. Это считается наш главный оберег. Живут сами в тундре вот в таких чумах. Сам древний народ его называет Куавас. Спят в спальниках и шкуры оленя. В них тепло и очень удобно. Если ты, конечно, живешь с женой, так ты, конечно, ушишь с женой. Это балаган. Ну, балаган и у вас есть. Также вот у нас вот это место священное всегда было впереди. Кстати, такие слова, как пимы, тоборки и ямалица сами переняли у ненцев, которые пришли на их земли еще в 19 веке. С тех пор традиции двух народов стали немного похожи. Эту вещь сами называют печок. Она похожа на ненецкую малицу и шьют исключительно из шкуры оленя. Но с виду очень легкая, только вот шерсти от нее очень много. Шапка здесь обязательно. Вот теперь я похож на настоящего сами. Вот это, кстати, это не лодка. Это наша... Нет, нет, нет. На первый взгляд, да, кажется, что это лодка, но это наше средство передвижения. Это старинные сани. На таких... Да, да, да. Раньше у нас на таких санях ездили. Дело в том, что у нас очень каменистая тундра, очень каменистая. И очень удобно на ней передвигаться вот именно на таких санях. Запрягался один или два оленя. Вместе с Семеном Большуновым в Наринмар приехала Татьяна Егорова. Она тоже представительница древнего народа Саами. Девушка работает руководителем Баренцева офиса коренных народов Мурманской области. В столицу региона прибыла, чтобы пообщаться с ненцами и изучить их проблемы. По возможности помочь решить. Тем более, что для нее это так знакомо. Люди обращают на нас внимание, знают, что есть Саами, знают, что у нас есть свои проблемы. Знают, что мы коренной народ, а коренные народы имеют свои потребности. Поэтому работа ведется. Но, к сожалению, она как бы... Я считаю, что она должна улучшаться. Ну, так и будет, я думаю. Познакомиться с бытом Саами и увидеть уникальную выставку может каждый. Она расположилась на втором этаже культурно-делового центра Арктика. Олег Танзийский, Дмитрий Лукевич, Телеканал Север.